Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня наша тема – история и теория марксизма. И такой подзаголовочек в скобках, кого и чему учит история вообще и история марксизма в частности. История и теория связаны друг с другом, всякая история снимает историческое развитие, и теория поэтому является как бы сгустком таких исторических знаний. И она все время взаимодействует со своей историей. Правда, в разных науках по-разному. Скажем, у математики история неинтересна и не нужна. Для них последние теории являются самыми важными, и им не важно, какая у них была там история. А, скажем, для философии, для общественных наук – это очень важно. Философия без своей истории не бывает. Поэтому Энгельс говорит, есть два способа изучить марксизм – значит, исторический, то есть изучить всю историю философии, значит, и теоретический, то есть изучить последний ее результат. Ну и у нас, да и Энгельс, в общем, не рекомендовал всю изучать историю философии и социальных наук. В этих знаниях можно утонуть. Хотя я вот как раз заканчивал кафедру истории философии. Поэтому мы изучаем теорию, но и здесь вот это выражение, оно субграна салис, как говорил Энгель, с крупицей соли, оно не очень точное. Почему? Потому что в марксизм входит не одна теория, и марксизм – это не только теория. Хотя Ленин называл иногда теорию марксизма, говорил там теорию марксизма, да, или учение марксизма. На самом деле марксизм – это не одна теория, а несколько теорий. Мы с вами понимаем, что, скажем, экономическая теория, и в ней там несколько конкретных теорий, политическая теория, и там в ней несколько теорий государства, теория права, теория еще каких-то вопросов. Ну и тогда теория революции и так далее. Поэтому говорим мы теорию, и я вот специально так сформулировал о марксизме в целом, но если быть точным, значит, нужно говорить, конечно, о мировоззрении марксизма, и потом я об этом дальше там скажу. Поэтому вот такая, значит, вводная, связанная с характером вот этой лекции, она как бы носит такой завершающий, обобщающий характер. Не в том смысле, что мы тут кратенько повторим эти все теории, а в том смысле, что нужно рассмотреть некоторые такие узловые вопросы, которые помогают собрать знания в мировоззрении, которые ориентируют в мировоззрении, и которые вам помогут работать в дальнейшем над своим миросозерцанием, индивидуальным. Почему это важно? Потому что миросозерцание, кстати, в начале и Эллигис, и Маркс говорили и о своей, значит, науке миросозерцание. И Ленин несколько раз говорит об их миросозерцании. И вот тут вот, перечитывая Чернышевского, я и Чернышевского увидел миросозерцание. Я так понимаю, что они опираются, Плеханов, Плеханов, Чернышевский опирался на Гегеля, а там, это немецкая традиция, в них аншаунг – миросозерцание. Ну и они, значит, переводили так, и до Ленина дошел этот перевод. Хотя, когда говорят о миросозерцании, тут есть вот этот субъективный момент, на который я обращаю внимание. То есть объективный момент, он связан с научным мировоззрением, то есть комплексом наук, на которых основываются и которые входят в мировоззрение. Это достижения науки современной. Каждый изучает их в меру своего понимания. Но каждый на основе вот этого комплекса знаний, на основе научного мироззрения разрабатывает волей-неволей свое миросозерцание в соответствии со своим опытом, со своей работой, со своими интересами, с книжками, которые он прочитал, которые он изучил и так далее. Поэтому в мировоззрении, в миросозерцании есть комплекс твердых знаний, теоретических знаний, понятий довольно определенных и жестких. И у каждого миросозерцания есть какие-то недоработанные вопросы, значит, в которых он пока еще не вполне разобрался и так далее, и так далее. Поэтому здесь и в этой лекции я и ставлю первый вопрос – проблему убеждений. Вот что важно для мировоззрения и миросозерцания, соответственно. Что гвоздь? Что важнейшее? Что нельзя потерять из вида? Это убеждение. Что такое убеждение? А, кстати, что такое убеждение? Знание истины – это объективные знания. Знаемую истину. Истины – это и есть объективные знания. А убеждение что такое? Модель поведения, которая на практике конкретного человека основывается. Ну, не уж точнее, те идеи, которые нам руководствуются для его конкретно, решения его конкретно. Да, но это как бы чуть ближе к жизни, но еще не суть дела. У тебя ложные убеждения, да? Нет, убеждения. Что такое убеждения? Ложные там они у вас. Вряд ли у кого-то есть ложные, он с ними считается, как с убеждениями, да? Человек стремится к истинным убеждениям, каким бы он ни был. Скажем, там и подлецы, да? Они подлецы, но им-то нужны знания твердые, которые помогают ориентироваться в их злобной жизни неправильной. Все равно им нужна истина, чтобы обманывать с умом, иначе он обмануть не может с умом, если у него нет твердых знаний. Убеждение, может быть, это сложившаяся картина мира человека? Ну, так это и есть. Мировоззрение, объективные знания. А убеждение что такое? Да, вот вопрос. Казалось бы, простой. И вроде вы сами много раз говорили, обсуждали и так далее. А поставил я, скажем, ребром вопрос о понятии. Значит, убеждение – это такие объективные знания, которые человек отстаивает в любых обстоятельствах. То есть, вот от этих знаний он уже не отходит. Это вот, скажем, Джордана Бруно там шёл на костёр. Вот Вавилов, вот там его вроде хотели заставить отказаться, он не отказался. Вот Галилео там сказал, говорит, ну, да, вот виноват тут, я немного чего-то промахнулся. Ну, старенький, мы дедушку понимаем и прощаем его. Ну, что с него сделать? Но понимаем, что это вот для инквизита. От убеждения своих Галилео не отказался. Почему-то он понимает, что это истина. И он их наверняка там везде отстаивал. Но в конкретной ситуации, значит, с этими инквизорами, ну, я думаю, в его время, ну, я, может быть, так бы поступил. Ну, а может быть, придёт время, не поступимся. Вот как Нина Александровна. Нина Александровна, как её? Как? Андреева, да. Не могу поступиться принципами. Вот тоже неправильное название. Не не могу, а не поступлю с принципами. Что значит могу? Раз можешь, значит, ты не можешь. Или раз не можешь, значит, можешь. Это соотносительная вещь. Или сегодня не можешь, завтра сможешь. Вот, ну и так далее, там, вот так. Значит, так вот, путь знания, он и идёт. От мнения к объективному знанию и от объективного знания к убеждению. Убеждение – это высшая ступень познания. Это та точка зрения, с которой человек стоит, живёт и не движется. Он уверен здесь и действует наперекор иногда и там противящимся и враждебным силам, что дело обстоит именно так, а не иначе. Или, скажем, если иметь дело там с какими-то идиотами, ну, скажем, наверное, можно им кость эту бросить, что, мол, нате подавитесь. Но убеждение есть убеждение. Если их человек выработал себе, от них не отказаться. Скорее, инфаркт получишь, чем откажешься. Но это, вот, я думаю, наша такая цель. Ну и во всяком мировоззрении, да, вот этот вот стержень убеждений и система знаний в форме убеждения, она составляет, конечно, центр, суть дела. Ну и здесь встаёт вопрос, значит, какое понятие является таким вот основным, стержневым, которое как бы составляет такую основу марсистского мировоззрения? – Классовую борьбу. – Да, классовую борьбу. Я думаю, вам тут несколько раз говорили разные товарищи, что открыл не Маркс. – Ну, он не открыл, а он просто доказал, что это развитие. – В основе развития. – Вот я и говорю, что вот это открыли, значит, историки французские эпохи реставрации, во-первых. Во-вторых, это знал в общих чертах Маккиавелли. Вот у него есть история Флоренции. Я тоже в какой-то лекции вспоминал эту книгу. Это конец 15-го, начало 16-го века в Венеции, во Флоренции, значит, он рассмотрел историю Флоренции как борьбу двух партий, гвельфов и гебелинов, выражавших два класса. То есть, это уже и был такой вариант классового осмысления борьбы. Почему происходит борьба в обществе? Вот. Ну, а французские историки, они уже тут четко показали, что вся французская революция и дальнейшее развитие, она связана с борьбой классов. И Марс на них и ссылается, что не я открыл классы, это сделали французские историки. И то же бесклассовое общество, в конечном счете. И в конечном счете, да. Но понятие-то какое тут в основе лежит? Стремление к истине. Стремление к истине, это у всех мировоззрений. Человек и общественные отношения. Да. Потому что марксизм более чем другие, это стремление к истине на практике выражает. Все великие учения, они все построены на стремлении к истине. И причем не только философские, но и религиозные. Скажем, Иисус так и говорит, я научу вас истине, истина сделает вас свободными. Вот. Поэтому опять это общее такое явление. А вот что касается марксизма, то главное здесь понятие, лежащее в основе, как это не может показаться кому-то странным на первый взгляд, диктатура пролетариата. Да. То есть направление мысли у вас было правильно. То есть вот ощущение, какой-то опыт изучения, вас толкает в эту сторону, но твердой мысли на эту тему нет. Стало быть, у объективного знания и убеждений нет. Я почти сказал, что... Да, вы высказали что-то такое в этом направлении. Я вам и говорю. А объективного знания, тем более убеждений стало быть, нету. Поэтому простому вопросу относить, в нашей вот среде, в наше обучение, это простой вопрос. Простой, потому что часто обсуждали. А непростой с точки зрения, а почему это так? И откуда это видно, что это? Значит, основное понятие. Потому что на этом зиждется неравенство людей, а отца зёглые равны. Неравенство зиждется на частной собственности. Нет, потому что пролетариат более, чем остальные, интересован в уничтожении этой частной собственности. Ну и он не нравится. Понятно. Нет, мы говорим... Просто если мы хотим преодолеть вот это... Так, это вы хотите преодолеть, а мы говорим о теории, о знании. Почему вот это понятие является основой теории, мы говорим, марксизма. На самом деле, мировоззрение марксизма. Это я уже пояснил вначале. Что мы говорим, теория марксизма. Но марксизм состоит из многих теорий и является мировоззрением. Да. Почему? По очень простой причине. Именно вот по научным основаниям, а не по каким-то другим соображениям. Значит, это понятие было открыто впервые в манифесте Коммунистической партии 48-го года. Понятие. И раз это понятие открыто, и раз оно такое фундаментальное, оно начинает опосредствовать все другие знания. И Марс начинает экономическую значит, теорию развивать уже с этой предпосылкой и с этой целью, да. Энгельс в значительной мере политическую теорию и политические цели. Вот, военную теорию, кстати, и военные цели. И так далее, и так далее. То есть, все познание начинает быть опосредствованным диктатура пролетариата. На этой теме у меня есть статья, она так и называется. Диктатура пролетариата. Термин, понятие, идея. Идея у Гегеля, что абсолютная идея-то? Единство. Теоретическая и практическая идея, да? А здесь идея диктатура пролетариата. То есть, это и цель, и движение, значит, в некотором единстве находящиеся, и в некотором открытии в этом смысле. И Марс говорит поэтому о своем открытии, что мне приложит только та заслуга, что я открыл, что вся история, не только Франции, но вся история писанная, есть борьба классов, что борьба классов неизбежно ведет диктатуру пролетариата, что диктатура пролетариата сама, значит, должна быть доведена до уничтожения государства и построения коммунистического общества. То есть, и это вот эта вот идея. Причем, значит, вот в 48-м понятие идеи уже было сформулировано, да? А термина еще не было. Вот интересно. А термин когда появился? Да, вот когда я писал эту статью года три или четыре назад, я еще не знал. И давно я только узнал, что Маркс это услышал на французской улице во время вот этой самой французской революции. Вот они написали манифест, да? Понимают, о чем идет дело. А какой-то мужик на улице, да здравствует диктатура пролетариата! Откуда он взял эту диктатуру? Не знаю. Но вот Маркс услышал у него. И, значит, в 42-м году в письме Вейда Мейеру пишет, что вот мне вот такая заслуга только принадлежит. А можешь спросить, а что тогда иного выдавления на Великом Почине, когда говорил, что там, как правило, что диктатура пролетариата, то пишет это латинское... Латинское выражение, да. Прошу нового, и следующий нового, значит, оно... Ну, это слово. Нет, это диктатура. Диктатура, да. Диктатура – это власть. Государственная власть. И вот, скажем, не читали вы в молодости книгу «Спартак»? Вот, где она читала, наверное? Да. Был такой писатель итальянский, Джованниоли. Вот он написал выдающуюся книгу «Спартак». Вот я ее в молодости прочитал, она на меня произвела сильное впечатление. И там она открывается главой «Диктатура Суллы». Вот ситуация, когда рабы восстали, рабы растерялись, не знают, что делать. И дали неограниченные полномочия, значит, вот этому Сулле. Он взял на себя всю ответственность, всю власть и начал, значит, бурно действовать. И так поступает всякая революция. Скажем, английская революция 1648 года. Там, 48-й, 49-й. Это диктатура Кромвеля, диктатура буржуазии. Французская революция, диктатура Наполеона, диктатура, значит, буржуазии французской. У декабристов тоже диктатор. Да, вот, диктатором они назначили этого, как его? Угу. Ну, бог с ним. Значит, назначили диктатором, а он не явился, значит, на площадь во время восстания. Ну, куда, что-то с такими диктаторами далеко не уйдёшь. Диктатор – это должен быть диктатор. Вот, и всякая, и всякая власть государственная есть диктатора. Только не называется. Она называется так, только в острых ситуациях. Но, она и не в острых такая же. Скажем, вот там был такой дяденька, Жак Ширак-то недавно умер. Он такой культурный, такой вежливый, такой тихий, спокойный. Ну, какая диктатура? Ну, что, товарищи? Домашний такой весь, уютный. Но, он осуществляет буржуазную диктатуру, и никуда от этого не выпрыгнешь, никуда не денешься. Да, был, социалисты пришли к власти где-то в 70-х годах. И вот социалистическая партия завоевала большинство, победил Миттерран и сразу провозгласил, что он значит, поведет курс на социализм. Так, банки все завтра будут обобщены. Вот, пришло завтра, начали принимать решения с утра звонки. Такой-то банк закрыт, такой-то банк закрыт, такой-то банк закрыт. К обеду все банки закрыты и звонки, где взять денег, почему такая чехарда, почему денег не получить. Он значит, за банкиров, куда вы подевались? А они молчат. И он понял, что как вот наши докеры в 90-м году или в 93-м, 4-м, сели и сидят, у них забастовочка такая. Не хотите банков, не надо, мы закрыли, пошли во всего. И все, и Митарам пришел к ним на коленочках, попросил, включите, пожалуйста, денежки, денежки включили, и он благополучно 14 лет проправил два срока. Так что диктатура это значит такая вот основа, основа мировоззрения в основе лежит вот эта диктатура патриата. И с этой точки зрения потом Марс исследует экономическую жизнь, да, и через 10 лет выходит его выдающийся труд критики политической экономии. Уже на основе понимания диктатуры патриата и метода Гегеля, который он перед этим опять значит встретил там в своей библиотеке на чердаке и почитал поштудировал. Значит другие вопросы они уже начинают исследовать с этой точки зрения. А само диктатуру патриата вы в их сочинениях почти не встретите. То есть диктатуру патриата они открыли все, открытие сделано. Там еще вспоминали несколько раз всего там за всю жизнь оба вместе они раз 10, ну может там 12-13 использовали это понятие. Вот а у нас товарищи тут значит клянутся клялись диктатуры пролетариата диктатура пролетариата коснулось дело до изучения диктатуры буржуазии диктатуры пролетариата в 19 веке в Советском Союзе они говорят диктатура пролетариата кончилась в 19 в 19 году диктатура пролетариата передавала власть буржуазии ну милые мои ну так а чему мы тогда учим тут людей какая же диктатура которая передала власть ну уж проиграла да но а какие сражения это были ради какие-нибудь были сражения при Горбачеве у них их сражений не было так тоже нельзя сказать пролетариат отказался вот пролетариат боролся в те годы вот это значок это общество объединенный фронт трудящихся мы боролись с Горбачевым с Горбачевщиной и рабочие с нами вместе в том числе те же докеры и довольно мощно боролись сильно боролись да но уже было поздновато уже мы проиграли битву хотя лучше сказать наверное мы потерпели поражение но тем менее борьба была нельзя сказать что сдал сдали и вообще это отдельный сложный вопрос ну и с другой стороны значит вот эти знания на основе диктатуры подряд они развиваются в мировоззрении ну и надо сказать что больше всего все-таки марксизм занимался социальными науками общественными науками поэтому Ленин часто говорит о социальном учении марксизма то есть о каких это науках о науках об обществе это политическая экономия экономика права политика политология значит стратегии тактик рабочего класса ну и так далее и поэтому называют скажем Энгельс называл учение марксизма научный социализм его скажем учение о социализме то есть тоже все-таки об обществе а в мировоззрение кроме значит социального учения входит учение о природе и учение о методах учение о методах оно значит в основной своей части в основе взятого Гегеля в науке логики значит ну и дополнено некоторыми своими значит мыслями размышлениями особенно размышлениями о роли практики и скажем вот гегелевскую идею практической идеи практики практической идеи маркс и ленин существенно значит развили и над этим конечно нужно тоже кто занимается этим вопросом конечно нужно поработать поэтому развиваются убеждения на основе мировоззрения и мировоззрение на основе убеждения то есть они как бы дополняют друг друга или идут навстречу друг другу и скажем убеждения их же немного в сознании по какому-то довольно узкому все-таки кругу мы имеем убеждения твердые а вокруг них есть значит там объективные знания или мнения даже какие-нибудь то есть услышали мы мнение это чье-то и сами его пока на первых порах воспринимаем как мнение пока не убедились что это все-таки существенное мнение объективное мнение мнение которое несет истину и тут нужно вернуться еще раз к мнению мнение это что такое может сказать что это я бы сказал что это из области недоказанных фактов скажем так доказанный мнение что такое я бы не знаю в категориях выразил что он скорее как на личном идее но еще не понятие ну то есть некое почему не понять в понятиях вам расскажут что такое класс классы это устарелое марсистское понятие нечего с ним тут водиться нет я потому-то и слышу что для меня у нас оказалось что есть четко говорится что есть одно мнение есть научная констатация ну так мнение что такое недоказанное я же вам говорю уже доказанное мнение конечно мнение может быть доказанное конечно вот у меня такое мнение я его доказываю и у каждой глупости столько доказательств это заметил еще Гегель говорит всякий интеллигентный человек может привести много оснований для своей глупости а нынче люди-то все с высшим образованием куда не плюй и вам столько доказательств на всякую чушь приведут о чем мы говорим вот о чем мы говорим то то есть мы говорим о таком мировоззрении который бы эти вещи видела и спокойно их отплевывал спокойно понимая что это такое и с чем его едят и мне кажется в нашей аудитории мы этому вопросу посвящали время это это очень просто мнение это субъективное знание все что такое мнение мнение субъективное знание теперь это вот меня всегда донимали эти студенты в вузах Александр Алексеевич ну это мнение ваше а у нас другое мнение студенты они и темные народы у них оснований тоже очень много для своей глупости вот я их спрашиваю что такое мнение вот они мне что-нибудь такое наговорят я им мнение это вот Камп определил мнение это субъективное знание но но это субъективное знание то есть знание какого-то человека но знание значит это субъективное моё да знание казенного оно по в форме субъективное, оно полежит мне, субъекту казену, да, а по содержанию я претендую на то, что оно объективное знание. Я сюда пришел не со своим мнением, не со своим субъективным знанием, которое мне тут жена за утренним кофе подрузила, а я вам это знание добыл, перечитал гору книг, поучился у Маркса, у Гегеля, еще там у кого-то, у товарищей своих, и вам это объективное знание на блюдечке без голубой каемочки подношу. Вы спорьте, может быть, вы не согласны, может быть, действительно там, я вам изложил, мне кажется, что это объективное мое знание, на самом деле, может, я шиваю. Пожалуйста, аргументы на стол, давайте поспорим, подискутируем. Как правильно объективное знание знание? Ну, то есть, мнение субъективное, то объективное такое? Объективное знание – это всеобщее необходимое знание, которое не зависит от субъекта, оно не зависит от субъективности. Нет, я думаю, в понятии, не знаю, как это называть. Как? Ну, вот я говорю, под мнением, скажи, субъективное знание. А объективное, ну, тоже хоть этот термин короткий, там, констатация, или как это называется? Так, знание независимо от субъекта и субъектов. Дважды два, по вашему мнению, сколько? По моему, в принципе, четыре. Ну, есть сомнения? Нету. Это объективное знание. Почему? Потому что оно всеобщее необходимое. Подтвержденное практикой, да? И так же и все. Ускорение свободно падающего тела какое? 9,8. О, видите? 9,8. А по вашему мнению? Ну, здесь, может, да, в другом месте, может, и по другому. Нет, вопрос. Не надо, не надо, не надо. Здесь сказано свободно падающего тела. Не здесь, а свободно падающего тела. Нет, формула у нас другая. Ничего подобного. 9,8 метров в секунду. А вы хотите измерить где-нибудь еще? На Марсе? Это давайте измерить, а потом нам скажете. Ну, 9,8. А мы на Земле, нам открыла физика совершенно точную цифру. Оно вот такое. А, значит, при этих условиях оно такое, да? Теперь изменится условие, может быть, там будет другое. Измерим, увидим. No problem. Так что, знание четко различается. И мы теорию-то изучаем объективное знание, доказанное на практике, подтвержденное. Что такое теория? Теория – это гипотеза, подтвержденная на практике. Гипотеза – это развернутое понятие. Пока это просто понятие, не подтвержденное практикой, это теория. Но, когда это развернутое понятие подтверждено практикой, это теория уже. Она и так в себе, в себе она теория, но не подтвержденной практикой. Практика она, теория она становится, когда она подтверждена, подтверждена практикой. То есть, все очень жестко в науке, все определения очень жестко, все проверены и доказаны тысячу раз. Но, как вот мы видим, даже простые вещи не отложились в голове. Вот до объективности, до объективного знания мы еще не дошли. Мы еще не дошли, вы еще не дошли до объективного знания. А Маркс в первом тезисе о Фейербахе говорит уже, что вот философы, включая и Фейербаха, даже материалисты, включая Фейербаха, не берут предметы субъективно. Укоряет. Даже Фейербах не берет субъективно. И челюсть отвисает. Как это субъективно? А зачем же их субъективно-то брать? Надо вроде объективно брать. Да, и вот, так сказать, я быстро убедился, что в советской, в советской философии этот вопрос не понимали. О чем вообще, о чем здесь идет речь? Но даже в нашей среде, значит, ну об этом, во-первых, не думают. Во-вторых, вот мы с Дианой записывали там о субъекте, значит, лекцию. И в нескольких лекциях я возвращался к этому вопросу. Значит, как-то чувствую, не только до этого тезиса Марса не доходит, а вообще не понимают, что такое субъект. Субъект – это что такое? Да, вот, кстати, опять такое же простое понятие субъект, да? То, что воздействует на объект. Хорошо. О, субъект – это тот, кто действует. Субъект – кто-то действует. И такой предрассудок, устоявшийся в советской философии был, и сейчас ниже, что это вот человек – субъект, а остальные вроде и не субъект. Ничего подобного. Все, что действует, тем более самостоятельно действует, оно субъект. Другое дело, какой, да, насколько, на что он действует, на какую массу он действует, вообще субъект чего? Субъект исторического процесса или субъект животного процесса или еще там что-нибудь. Поэтому я привожу, мне кажется, такой, ну, замечательный пример. Когда комар садится на вас и пьет вашу кровь, он субъект, а вы объекты. И вы – хорошая пища для комара. Он вам так благодарен, что вы заботились о здоровье, такой полнокровный, румяненький, у вас хорошая свежая кровь. И он прям балдеет. Но когда вы его пристукнули, вы субъект, а он объект. Вы все-таки, как субъект, защищаете свои права и себя, да, себя и свои права. Боретесь. Теперь, общественно-исторический субъект. Кто общественно-исторический субъект? Кто-то, у кого власть, кто-то будет субъектом, а кто проигрывает, то субъектом. Это ситуативно, это правильно. Но субъект исторического действия, если мы вообще говорим, то это класс, классы. Они движут историю, их взаимная борьба. А в контексте этой борьбы там они оба – и субъект, и объекты. Когда один наступает, он вроде в большей степени объект, другой, значит, в большей степени субъекта, а другой в большей степени объект. Теперь тут субъект-субъектные отношения. Они оба субъекты дерутся друг с другом. И рассмотреть их мы должны как противоречащие субъекты, как общественно-историческую практику противоречивую, которая движет общество. Один класс же без второго не существует. Да, он просто не существует. Так же, как объект без субъекта, вообще-то говоря. Но все-таки, значит, да, тут вот важно, по крайней мере для меня было в свое время, когда я изучил, вернуться, так сказать, к первоисточнику, к латинскому языку. Объект – это что такое? Да, я в какой-то лекции говорил, что… Да, 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 вот, верно, да, да. Подлежащее, да? Причем, подлежащее, значит, лежит где-то в основе, в основании. Значит, это объект. Но в переводе на русский язык – это предмет. Он является основанием для наших размышлений. Вот он класс, и он является предметом наших размышлений и дискуссий, споров. Вот я говорю, что рабочий класс – самый отсталый класс. Вернее, вот он говорит сегодня. Рабочий класс разбежался, его нету. Это он повторяет нам КПРФ. КПРФ говорит, что, товарищ, ну какой рабочий класс? Нет никакого рабочего класса. А мы убеждаем их много лет, вот уже 20 лет даже больше, что есть рабочий класс, он разбитый, он в себе, он неорганизованный, но он есть. И от этого никуда не денешься. И даже мы подсчитали, значит, там недавно было 33 или 37 миллионов человек заняты, как рабочий класс. Он есть, он в себе, неорганизованный, мы ему помогаем организоваться, и немножко у нас получается. Причём лучше не получается ни у кого. Вот сейчас социализмов много всяких, вот сейчас выборы, тут всякие социалисты соединяются, разъединяются, в одну партию победим на выборах. Путин даже им деньги даёт, только, пожалуйста, составьте хоть какую-нибудь оппозицию, чтобы был конфликт, и народ думал, что тут за него борются. Социалисты скоро социализм построят, и таким образом нас обманывают. Но всё-таки растёт молодёжь, которая уже немножко, но кое-что начинает понимать. Так что, значит, вот объект – это предмет, а субъект, соответственно, тот, кто действует. Он бросает перед собой субъект, бросаю перед собой. Вот он предмет, и я его исследую. Или я его кушаю. Или ещё что-нибудь с ним делаю. Но я субъект, я действующий. Причём, значит, в животном есть ещё и самость. Вот, скажем, человек, да, он понятно, что он субъект – понятно. Что он иногда бывает объектом кого-то там, бывает, скажем, мы для начальства. Объект – начальник нами руководит, значит, ну, а мы подчиняемся. Но всё-таки в основном он субъект. Но и живые тела – они тоже субъекты. Значит, и самость. Скажем, я, когда заснул-то, я же не действую, никого я там не руковожу, не пристукиваю, не кушаю, ничего. Лежу и сплю в отключке. Но организм мой сам работает, он самость, самостоятельно себя регулирует. И более того, когда он спит, это я сам дошёл до этой мысли, а потом вычислил у Гегеля. Во сне он ремонтирует себя, восстанавливает себя, лечит себя. Поэтому, если хотите, вы хорошо лечитесь, надо хорошо спать. Заболел – всё, ложись спать. Выпей чего-нибудь такого очень успокаивающего, чтобы и нагрелся, и сволочь. Если я рассматриваю, что объект, субъект и самость – это можно? Это аналог того, что было у нас в науке логики, качество к себе и для себя. Не понял. Ещё раз. Ну, вот это вот свойство быть объектом, субъектом и самость. Нет, самость – это мы сейчас не будем затрагивать. Если хотите, почитайте в моей книге. Я к тому имею в виду, что если человек рассматривает, он может быть объектным, субъектом, но он при этом сам в себе может быть и не объектным, и субъектом, условно говоря, спит. То есть, это можно аналог провести, что об этом и говорится в науке логики, о качестве в себе, для себя или иного? Нет, там об этом речи нет. Гегель самость рассматривает вообще как понятие. Значит, понятие – это самость науки, говорит он. Вы здесь про качество этого спросите? Нет, нет, нет. И у нас сейчас нет времени на это дело. Я говорю, если хотите почитать, у меня есть книга, значит, самоорганизация рода. Да, и там об этой самости говорится. Наш вопрос, значит, мировоззрение и его история. Мировоззрение, марксистское мировоззрение и его история. Значит, его история длинна, проста. И или но. Вот эту историю марксизма дополняет практика. То есть, марксизм – это не только мировоззрение, но еще и практика. Осуществление этих идей на практике. Поэтому, с одной стороны, учение марксизма развивается. С другой стороны, практика развивается. И изучение марксизма без соотнесения с практикой – дело, ну, бесполезное. Поэтому, кто хочет изучить марксизм, тот изучает борьбу марксизма вот на протяжении, значит, половины XIX века, XX веке и уже теперь вот и XXI век. То есть, как на основе марксизма преобразуется общество. И я думаю, как раз в нашей стране наши люди, наши деды-отцы, они как раз и показали, как марксизм реализуется. С другой стороны, вот история марксизма, говорю я в книге о марксизме, марксизм в XX веке, что история марксизма, история крушения коммунистической партии, она показала, что отход от марксизма приводит к крушению партии и государства. Почему СССР разрушен? Кто виноват? В том числе, вы виноваты руководству КПСС, которое отошло от марксизма. Теперь, руководство, это кто? Политбюро? 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 Съезд? Да, да. Значит, ЦК поддерживало свое Политбюро или выступал кто-нибудь в Центральном комитете, что вы делаете, куда вы Сталина выносите? Были такие? Я не помню, не знаю, таких не было. Сталовый ЦК поддержал свое Политбюро. Теперь на съезде, как правильно вы говорите, съезд – это высший орган партии. На съезде кто-нибудь выступал против Хрущева, который, значит, объявил вот эти годы темными и черными. Не выступал никто. Следовательно, партия поддержала свой Центральный комитет. Стало быть, она тоже виновата. Другое дело, что мы-то, что мы, значит, к партии относимся не только объективно, да, не только объективно изучаем, но и берем ее субъективно. А субъективно, если взять, то начиная с 1953 и с 1954, особенно с 1956 года, в партии все время были силы, которые не позволяли так уж, значит, совсем растрепать Сталина и куда-то ее выбросить вообще на свалку, так, чтобы о нем не вспоминали. Все время подспудно были всякие там вот, которых ругали сталинистами, там еще там кем-нибудь. Они все время были, они все время боролись, они все время писали книги, делали фильмы, писали, значит, статьи. И в том числе такие выдающиеся, как Владимир Сергеевич Бушин, который недавно умер и которого собрание сочинений сейчас создается. Ну и мы тоже, мы же тоже боролись в Объединенном фронте трудящихся, в инициативе движения коммунистов и так далее. Вот поэтому кто-то, если будет брать субъективно эту практику, он должен и о нас сказать, хоть мы там и относительно небольшой были силой, но мы были силой, мы были боролись. Мы дошли до ЦК, дошли до съезда КПРССР и в том числе Михаил Васильевич там им заявил в глаза, бросил, что вы ведете контрреволюции. Вот что значит посмотреть субъективно или взять предмет субъективно. Это первый тезис о Фейербахе. У Маркса есть один из тезисов о Фейербахе, в третий том начинается с них. И там вот этот первый тезис, он так звучит. И последний тезис звучит вообще замечательно, его чаще всего вспоминают. Философы различным образом объясняли мир, а дело состоит в том, чтобы его изменить. То есть, чтобы практика его переделала, чтобы нашлись такие силы, такие субъекты, которые его изменят, которые отнесутся к нему, как к своему делу. Возьмут его субъективно, скажут, нет, это наш мир, и мы его переделаем. Причем, если вы возьмете Гегеля, третий том энциклопедии, он называется «Философия духа», там, кстати, вам-то юношам полезно это почитать, вместо. Он говорит о возрастах жизни, в том числе о юношестве, о юноше, возрасте юноши. Что юноша, он вступает в жизнь с желанием преобразовать мир. Мир его не устраивает, ему хочется его переделать. И это правильно. Все мы через это проходили. Но Гегель, говорит, через некоторое время он убеждает, что мир уже, в общем-то, сформирован, что он уже готов, устойчив. И не остается ничего другого, как найти себе какой-нибудь предмет для дела, заняться делом, успокоиться, жениться и жить довольной бюргерской жизнью. Тоже есть над чем подумать, да? Ну и, значит, нужно сказать, что вот эта практика, она тоже учит. Практика – это тоже форма оснасления. Практика – это деятельность на основе теории. Но учит она по-разному. Скажем, мы в Объединенном фронте трудящихся предупреждали, что вся политика вот эта на рынок, ваша, товарищ Горбачев, она приведет к разрушению партии и государства. А нам говорили, вы, как вы, вы не считаетесь реальными обстоятельствами. А мы говорили, да мы считаемся не только с реальными обстоятельствами, но и с отрицанием этих обстоятельств и реальности этой. Почему? Потому что в реальности есть отрицание. Да, ну и вот был такой у нас дискутант, с которым мы спорили, демократ ленинградский Петр Сергеевич Филиппов. Вдруг в 92-м году получает пост руководителя аналитического центра при президенте Российской Федерации. Да, но голова, а они за рынок, т-т-т-т-т. Через год готовлюсь на работу утром, пью чай, по радио информирует. Вчера, указом таким-то, Ельцин снял с поста руководителя аналитического центра Филиппова Петра Сергеевича. Я говорю, ну вот, Петр Сергеевич, год поработал и выгнали тебя. Ну, собрался и пошел. А жил я у Маяковской метро. Спускаясь в метро, смотрю, а со стороны вокзала на Маяковской, представляете? Со стороны вокзала, смотрю, идет Петр Сергеевич, с которым мы недавно, год назад, дискутировали. И я даже так немножко растерялся, думаю, что ему сказать-то в такую минуту, вчера его выгнали, и тут вдруг Господь мне его на тарелочки бросает, как и сказано в Писании, брошу врагов твоих в ноги твои. Не знаю, что сказать, вроде и жалкость человека, и в то же время хочется спросить, ну что, Петр Сергеевич? А уже год прошел, уже разоряли, начали промышленность, там галлопирующая инфляция, народ нищает и голодный. Хотелось спросить, ну что, Петр Сергеевич, как вы, жизнь-то улучшили, нет? Или когда улучшите? А с другой стороны, вот жалость, субъективное такое к нему отношение, ну жалко человека в такую минуту. Вот, потом смотрю, он, видимо, меня тоже узнал, морду отвернул, и так это либо меня проходит, ну да вы, слава богу, значит, не разговаривать с тобой. Так что разорили Родину! И что им практика показала? А тем, кто разорил? Да. Практика им показала, что им все удалось. Да, но все хорошо. Все сделали правильно, и все у них хорошо. Не надо, они хотели, значит, сделать лучше, чтобы все будут сыты, довольны, счастливы. Продукты были. Не может такого быть. Да, обещали, будет жить, как в Америке нам обещали. В первую очередь они хотели сделать себе хорошо, а если кому-то будет лучше... Нет, себе это они про себя оставили, а обществу они обещали, что у нас будет жить, как в Америке. Все магазины будут полны, качество будет, как в Америке и Англии, в Европе. Своя плану, мы будем ходить оправдываться. Да, да, да. Если кому-то будет лучше, значит, кому-то ставит хуже. Не надо, поэтому они оправдывались потом. Почему? Почему так получилось? Потому что народ не тот. А, точно, да. Народ-то не тот. Вот если бы их идеи до хорошего народа, у нас бы на заборах индюки бы висели, как говорил Райкин. Ленивые. Да, ленивые русские, ленивые люди, не хотят работать. Полные магазины с таким же низким качеством. Да, да. Да. Ну и вот здесь возникает вот этот вопрос под заголовка. Кого и чему научила историю? И здесь известный есть тезис и известная дискуссия, значит, что история никого, ничему не научила. Говорят и пишут в интернете, причем оказывается масса людей. Я, что-то у меня под рукой не оказалось в философии истории, я хотел эту цитату уточнить и что-то не нашел. Думаю, ладно, посмотрю в интернете. Да, раз в интернет, в интернете мне быстро нашли. Так, а куда я ставил-то? А, я же ее сфотографировал. В интернете мне быстро нашли. И я, значит, точную цитату произвел. Сейчас вам потом ее чуть-чуть попозже зачитаю. Уже? Да, о, разошелся я еще. Ну, второй вопрос, я уже подхожу к концу, ладно. Давайте сделаем перерыв, как раз я найду цитату. Перерыв. Да, учили-учили тунеядцев, а вы учили единицы. Единицы. Причем там в начале было больше людей из ВПШ, и мы их привлекали, и даже они нам деньгами помогали. Вот там в 90-м, 91-м, 92-м. А потом как-то сникли, особенно после 93-го года, после расстрела. И тоже у них у самих там жизни-то покоребались. Ну, они поняли, что это очень сложно. Да, они поняли, что это надолго, и что они их тут не будут использовать. У каждого же семья надо жить, добывать. А некоторые, наоборот, мои знания использовали, пошли служить капиталу и сделали выдающиеся карьеры. Кстати, вот я что-то забываю таких учеников своих называть. Скажем, заместитель-председатель Верховного Совета РСФСР у Хазблатова. Мой ученик, товарищ. Как же его фамилия-то? Вот, уже начинаю забывать. Да, забыл. Потом вспомню. Теперь, губернатор коми республики, тоже вот сейчас не могу вспомнить фамилию, наворовал два миллиарда, сел в тюрьму. А вы, потащил его за собой, его ставленник, который тоже наворовал два миллиарда, арестовали, и он сдал этого моего ученика. Да, вот уже время прошло, что-то забываться стали турец. Так что, сделали-сделали большую карьеру, но стали служить не рабочему классу, а буржуазии. Да, мне кажется, что вот таких знаний, мне кажется, нигде не найдешь ведь. А, ну прочитать можно в интернете. То есть, мне кажется, это должно быть для молодежи очень интересно. Я вот думаю. Не знаю, что там в интернете. Ну вот они слушают лекции до вашего интернета. Да мало слушают, да и ходят, а ходят совсем мало. Так а зачем они думают ходить? Мы послушаем в интернете. А за тем, что вот можно поговорить, вопросом. Да, он ладно. Теперь, значит, тебя что-то спросит. Это что же разминка такая? Вот я его спросил, что такое субъект. Он не ответил, допустим. Но ему ответили, и он это хорошо запомнил. Он теперь всю жизнь будет помнить, что такое субъект. Ну да, я хочу, да, я лучше запомнил. Вот у меня за весь университет отложилось, да, хорошо отложилось, я имею в виду, только одно понятие. Понятие народ. Что такое народ? И вокруг вот этого народа потом наворачивались знания. Другие понятия. Трудящиеся классы, наверное, можно сказать, да? Да, это трудящиеся классы населения. Но когда это твердо человек знает, понимает, убедился, что это так, что это идет еще с древности от Аристотеля, что это твердая позиция, что народ – это не масса, что народ – это не население, что народ – это не нация, хотя слово употребляется в смысле нации – русский народ, немецкий народ. А народ – это трудящиеся классы населения. Другое дело, что эти классы населения могут состоять из одной нации, или из нескольких, из двух-трёх наций, или из многих наций, как у нас. У нас же многонациональный народ, но он всё равно народ. Народ – это трудящиеся русские, татары, значит, украинцы, белорусы, все, кто живёт в России и трудятся, все они народ. Так, значит, на чём мы остановились? На том, как эта практика отражается в субъективном сознании. А что касается в объективном, субъективной точной зрения, хотя мы можем взять теперь их и субъективно, да? Мы тоже можем найти, ну, такие крупные отражения процессов и отражения прогрессивной коммунистической тенденции, значит, в развитии СССР того периода и России вот этой новой. Это такие люди, как Ричард Иванович Косолапов, может быть, вы знаете, такой товарищ, недавно умер в прошлом году, издатель сочинений Ленина из московских, и Алексей Алексеевич Сергеев, профессор из Академии труда. Вот, скажем, чем они известны, чем их опыт интересен? Вот это Ричард Иванович, он был главным редактором журнала «Коммунист». Не хухры-мухры, а один из ведущих теоретиков. Авторитет. Главный теоретический журнал партии. И, тем не менее, значит, выступил, а вернее, сказать, заставили, наверное, выступить с теорией развитого социализма. Что, товарищ, вот у нас теперь развитый социализм. Вот коммунизма не получилось. Но зато у нас все-таки теперь есть развитый, развито еще, как тогда говорили. Создано, существует и совершенствуется развитое социалистическое общество. И там дискутировали профессора, почему развитой, а не развитой. Вот он, значит, помогал Горбачеву и Горбачевщине, и Брежневу, и Брежневщине, значит, разрушать социализм, теории развитого социализма, социалистического общества. Правда, потом он осознал вот это вот дело. И когда мы организовали здесь кружок «Клуб за и против», он приезжал к нам на клуб, выступал, участвовал в организации объединенных фронт трудящихся, вот, вступил в КПРФ, потом вышел, правда, из нее, понял, что они социал-демократы, а не коммунисты. И вот сделал такое большое дело, участвовал в издании, в продолжении изданий, собрании сочинений Сталина. Или, скажем, Сергеев Алексей Алексеевич. Вот он вновь напомнил нам, или, может быть, доубедил нас, что советы, они были извращены в 36-м году, или даже, можно сказать, в какой-то мере упразднены, поскольку они были отсняты или извлечены от, отсоединены от производства, от предприятий. Этим, конечно, существенно отславилась рабочая партия, рабочий класс и так далее. Из наших, ленинградских, здесь можно вспомнить, значит, Долгов был такой и есть. Виктор Георгиевич Долгов, профессор Ленинградской университета экономического факультета, Ельмеев Василий Яковлевич, доктор философских наук, доктор экономических наук, создатель теории прибавочной стоимости, как одной из основных категорий экономической теории. Михаил Васильевич Попов, вы знаете прекрасно. Значит, ну и некоторые другие товарищи. Поэтому, значит, мировоззрение, оно развивается. И мы понимаем, что основоположниками-то являются, значит, Маркс и Энгельс, но классиком, да можно сказать, и основоположником, во многих частях является и Владимир Шейнин. Поэтому мы-то говорим, что ленинизм – это и есть марксизм, значит, 20-й эпохи. Почему? Потому что марксизм, он снял Гегеля, Ленин снимает, то есть включает в себя всего Маркса вместе с Гегелем. Поэтому говорить ленинизм или марксизм сегодня, да, это, ну, практически одно и то же. Мы понимаем и роли других товарищей, и Гегеля, и Энгельса, и, значит, там, других. Другие были товарищи марксисты крупные, тоже внесли большой вклад. Но классиками, значит, мировоззрения марксизма и основоположниками являются, конечно, Маркс и Энгельс Ленин. Ну и с этим тесно связан третий вопрос сегодняшней лекции. Это проблема современного мировоззрения, современного марксизма. Сегодня много жалоб, что вот марксизм устарел, прошло там 250 лет уже, ой, 250 – это я что-то забыл, больше 170 лет, значит, а уже тут 21 век, век электроники, там, информационных технологий, нужна новая теория, по крайней мере, или новый марксизм. И сегодня много всяких новых марксизмов, вот и прочее, прочее. Новый марксизм, современный марксизм, да даже КПРФ все время ставит вопрос, вот, новый нам нужен социализм, новая идеология, даже Зюганов претендует на то, что он ее создал, вот, хотя я так понимаю, что до этого очень мало. Значит, что касается современности, то для 20 века определили, что был Ленин, и он на долгое время определил, значит, мировоззрение в его основных контурах, в его основных, значит, чертах. И надо сказать, что отдельные науки на основе вот этого ленинского вклада, марксизма и Ленин, маркса и ленинского вклада, работали конкретные науки, и в конкретных науках Советский Союз достиг больших результатов, поэтому создал передовую в мире технику. Особенно, скажем, вот в военное время это очень выручило мировоззрение новое марксистско-ленинское. Советские солдаты, офицеры шли в бой уже людьми в значительной мере светскими, с естественными науками, с естественно-научным мировоззрением, с методологией Маркса и Гегеля. А немецкие солдаты, офицеры еще шли с боженькой. Гот Метунц. Убеждение было? Да, убеждение. Убеждение у них еще религиозное. Причем, значит, стреляют детей и женщин, больных стариков добивают там прикладами, и у них Бог. Бог им учил, учит их. Ударили тебя по левой щеке, поставь ее правую. Если у тебя просят верхнюю, нижнюю одежду, отдай верхнюю, они, значит, издеваются на людьми, и Бог Метунц. Какой же с вами Бог будет? С прохвостами, антихристами. Не мир я вам привез, но меч. Да, так тоже, значит, Иисус говорил, что не мир я вам привез, но меч. Но это все-таки говорилось о таких злодеях откровенных, да, с которыми и Бог расправлялся, если вы помните, Содом и Гаморра, история из лета до лета. Мы были как раз Содом и Гамора. Да, вот их сожгли. Господь сжег эти города целый, Содом и Гаморра, за грехи их. Вот, так что, вот в этом смысле, что Советский Союз сумел и мировоззрение, новое развитие привить в какой-то мере армии, с другой стороны, вооружил первосортной, классовой, классной техникой, передовыми танками, замечательными катюшами ракетными, фактически первыми орудиями в той войне, самолетами передовыми, ну и так далее. Там вот радиотехники, там много было, новой и новейшей. Короче, к войне подготовил Советский Союз, в том числе, за счет передового мероприятия, передовой науки, значит, техники и вообще всего вот этого комплекса научного. И после войны вышли в космос, создали ядерное оружие и до сих пор Россия им живет. Если бы у нас этого не было, с нами бы давно сделали то же, что с Югославией. Скорее всего, хуже. Не случайно в некоторых языках европейских славянин и рак звучат примерно одинаково. Почему? Потому что раньше, когда-то здесь словили славян и даже был один философ Скиф, как его звали-то? Да, давно не вспоминал. Философ и Скиф. Да, почему? Потому что Скифы, поскольку они не живут в полисах, они не человеки, поэтому можно поехать туда в степи, наловить этих Скифов там или еще как-нибудь славян каких-нибудь, перевезти и заставить работать. Да, ну и современный марсизм, он, конечно, связан с борьбой с антисталинизмом. То есть, фактически, вот сейчас мы имеем людей, если коммунистов серьезных, это кто? Это те, кто не отказался, не предали Сталина, которые так или иначе защищали достижения первых лет советской власти. Защищали то положительное, что было в то время, и в том числе и в действии Сталина. Хотя это не мешает нам критиковать те недостатки, которые были при Сталине или у самого Сталина. Ну и, скажем, современных марсистов я знаю буквально наперечет. Я имею в виду марсистов в серьезном смысле, в смысле нового марсизма. Это ваши преподаватели. Товарищ Мазур, профессор Мазур, профессор Золотов, Александр Владимирович, Попов Михаил Васильевич. Вот год назад захоронили мы Бушина Владимира Сергеевича. Это был глубокий марсист, но он был не теоретик, а он был практик, вот публицист, который мог взять какого-то субъекта буржуазного, препарировать его на протяжении жизни, новопути и деятельности, что он делал при советской власти, что он делает в эпоху перестройки и каково его значение стало быть сейчас. И фактически создал такую галерею портретов разрушителей нашей Родины. И я думаю, что это вот такой просто великий публицист, даже помощнее, чем были у нас Герцен, Чернышевский, Добролюбов. А это вот такой уровень, высочайший уровень. Владимир Сергеевич Бушин. Сейчас создается десятитомник его сочинений и в третьем томе там опубликована моя статья о нем. Ну и, наверное, есть и другие, но я не знаю. Вот я современных марксистов такого уровня, других не знаю. Может быть, значит, не очень компетентный я. Если найдете, подскажите, мы их изучим, поизучаем, их, так сказать, результаты усвоим, ну и будем пользоваться. Значит, вот если взять марксизм с практикой, да, марксизм не только теория, не только мировоззрение, но еще и практика. И эта практика на основе марксизма, она показала, что пока партия действует на основании марксизма, она непобедима. И говорил Ленин, нет таких крепостей, которые бы не взяли большевики. Большевики действительно взяли мировые крепости. Но как только, значит, предатели овладели верхушкой партии, а престарелые вожди типа Молотова, Ворошилова, Буденова, значит, не смогли оказать сопротивление достойного, с тех пор партия начала отходить от марксизма. На рубеже 50-х, 60-х годов был сделан идейный переворот, начали издавать вот эти вот основы марксизма, ленинизма, учебник по философии, основы марксизм, ленинской философии, и там фактически уже изуродованное мировоззрение пошло. Тогда мы этого не понимали. Я, скажем, когда учился, не понимал этого. Я принимал это за чистую монету и думал, что вот марксизм, это вот это. И только потом на основе вот этой практики борьбы с Горбачёвщиной сначала, потом с Ельцинщиной и последнее вот это время они нас привели значит, уже к такому полному мировоззрению, по пониманию практики, пониманию диктатуры полистреатов вполне, пониманию значит, советов. Ну и вот к этой работе по образованию, которую мы ведём уже скоро 10 лет. Да? Начали мы её в 12-м году летом, по-моему. Вот. Так что вы получили здесь, кто занимался, хороший базис, хорошую основу, но это только контуры мировоззрения, контуры научного мировоззрения, которые ещё нужно усвоить и на основе этого научного мировоззрения развивать всю оставшуюся жизнь своё миросозерцание индивидуальное. И я-то надеюсь на то, что оно у вас будет более богатым, более глубоким, чем у нас. И вы продвинетесь дальше, сделаете больше и, наконец, значит, наш народ выйдет из того жуткого положения, в котором он сегодня находится. Вот сегодня мне брат прислал очередное видео, собрались, значит, эксперты и жалуются, что вот Путин их разработки не принимает, да, страна разваливается, а он нас не принимает во внимание, а мы вот тут научные сделали, значит, доказательства, т-т-т-т. я брат отвечаю, но это мы то, что они говорят, это мы говорили в 90-х годах, в середине, да не в середине, даже в начале 90-х годов, что обращаться бесполезно к этому правительству. Это правительство богатых, правительство буржуазии. Оно для вас делать ничего не будет, или только в той мире, в которой вы нужны, чтобы заводить станки, развозить на работу, ремонтировать газа и нефтепроводы. Все, ваша задача только в этом. Причем, она заявлена, открытый Тэтчер, и Мадлен Уллбрейт был в США, такая была дама, госсекретарь, то есть министр анастанных дел, что в России нужно 50 миллионов, остальное население, но излишнее. Наша подтвердилась по 20 грабут миллионников. Да, да, поэтому мы с Дианой записали ролик об оптимизации, что идет политика оптимизации. Снижение медицины, снижение медицины, она не нужна такая, зачем такая медицина для 50 миллионов человек не нужна, поэтому остальные там помрут, ну конечно нужно это сделать медленно, потому что если все вдруг начнут помирать, не хватит больниц и похоронных, похоронной техники не хватит. Вот сейчас в Индии проблема, не успевают хоронить и бросают трупы в ганг. И действительно святая река, если от такой практики от бросания трупов, значит там еще этот гад не превратился в сплошную ядовитую какую-то жижу. Но будем надеяться, что Господь им поможет. Вот, так что, но нам-то на Господа рассчитывать не приходится, хотя вера, вера в истинность, вера в правду, в объективные знания является фактором убеждения, а фактор убеждения является фактором победы. поэтому изучайте. Дел тут еще много и главное дело, может быть, состоит в том, что до сих пор вот целостное изложение марксизма, оно еще не сделано. Вот у Ленина есть хорошие контуры марксизма в целом, да, три источники, три составные части марксизма. Вот мы старались придерживаться этого дела. Но, во-первых, это только контуры, во-вторых, не хватает естественно научной картины мира и сведения их воедино. Плюс, значит, Гегель нам дал основную философскую методологию, но много других методов исследования в разных науках. И я думаю, что вот это учение о методологии, я думаю, что тоже это невыполненная задача. Вот, поэтому, может быть, из молодежи кто-нибудь возьмет, возьмется и эту задачу выполнил. Причем, значит, что значит методология, чтобы вы почувствовали масштаб задачи. До этого была фактически методология Аристотеля. Это, представляете, Аристотель был в IV веке до нашей эры. И до XVII века и арабский мир, арабская наука, философия, и европейский мир, все учились у Аристотеля и по Аристотелю. Аристотель был высший и непререкаемый авторитет везде, несмотря на различия религий. В XVII веке выступили с новым мировоззрением можно сказать два, можно сказать три человека. Два – это Декарт во Франции и Бекон в Англии. Но рассуждение о методе у Декарта он выставляет фактически четыре научных принципа, которым должен следовать ученый. Там много рассуждений всяких, но они носят такой описательный характер. Хотя он сделал замечательную формулу мысль следовательно бытие. Можно перевести так. Когита эрго сумм. Сум это склонение бытия. Мыслю эрго есть. Я мыслю следовательно я есть. То есть устанавливает он тожество мышления бытия как простую мысль, которая лежит в основе по мысли Декарта и Гегеля тоже. Поэтому Гегель много раз возвращается к этому тождеству Декарта. И Энгельс в Людеке и Фейербахе подтверждает и говорит на философском языке вот это основной вопрос философии он звучит как тождество мышления бытия. То есть понять что такое истина истина есть соответствие понятия предмету и предмета понятия. То есть тут вот с тех пор значит вот да и третьим можно назвать Галилея Галилея разработчик некоторых методов физического исследования исследований физики и вообще дают новую физическую картину мира поэтому он тоже такая важная фигура хотя философы в общем не рассматривают я думаю не рассматривают только потому что не хватает сил а рассмотреть надо бы ну подробно подробный перечень указал категории фихте показал связь этих категорий как они связаны друг с другом у Канта поэтому называет Канта Драйфиртелькопф три четверти головы то есть он нашел эти категории и список у него довольно обоснованный но он не видит их не увидел их связи как они связаны друг с другом фихте указал что связь здесь есть поэтому учитывая вот такое важное открытие и роль фихта следовательно Гегель попросил наследников своих похоронить его рядом с фихтой и сейчас вот я был на могиле фихта его жена Гегель его жена четыре таких каменных столба с именами фамилиями и датами на французском кладбище на так называемом французском кладбище в Берлине вот так что у Гегеля вот эта разработка она видите просуществовала 200 лет и никаких особых изменений нет вот попытался тут Михаил Васильевич значит конец как-то интерпретировать материалистически но я думаю какая-то это такая попытка ну такая первоначальная я-то думаю что тут надо посидеть пописать на эту тему это он в кружке своем значит попытался вот так вот субъективную так называемую логику значит материалистически интерпретировать ну а я думаю как первый опыт ну конечно да это хорошо так или иначе делать это нужно вот ну а перед вами эти задачи как раз и стоят что вот молодежь она должна вот эти вещи сделать ну ладно может есть вопросы какие слушаем по думке логики с практической точки зрения по поводу того как именно на практике различать эти категории как выводить понятно я не знаю на примере вот у нас есть например человек ведущий общественно полезной деятельность это вроде как определенное наличное бытие с другой стороны мы же можем сказать что это же и действительное потому что как бы сущность общественной подверженности можем сказать что это и понятие ну опять тоже потому что понятие это вот сущность через которую просто очень бытие то есть как бы как мы одному и тому же получается можем несколько категорий более сложных или как ну вывод с моим примером конечно я что-то как-то не понял вопрос переведите на русский язык ну я говорю вот у нас я взял например человек ведущий общественно полезной деятельностью как в категориях описать можно сказать что определенное наличное бытие человек наличное бытие определенность отставить отставить значит это вот есть болезнь гигилизма причем очень распространенная почти вся молодежь ею заболевает и должна переболеть болезнь заключается в том что вот они схватили эти первые категории и они сразу их хотят вот практически использовать хотят забить ими гвозди нет я имел в виду что мы из второй книги и из третьей можем то есть я как бы примеры привел с разом изучение забития вот я вам и говорю что значит они они не так используются и что берешь эту категорию и забиваешь гвозди значит пример как она действует но это можно показать и мы я уверен что значит ну в преподавании показывали примеры соответствующие каждой категории как категория действует в жизни но слушатели то или студенты вот они пытаются тут все проблемы сразу с помощью гегеля решить это становление это возникает и все и вопрос закончен так не в этом дело категории они вам помогают усвоить те научные знания которые вы собираете по данному предмету они средства они третья между предметом и вами да да плюс еще между предметом и вами конкретные знания об этом предмете не общая теория обо всех предметах сразу а об этом предмете знания есть в науке так вот категории они нужны для понимания вот этих конкретных знаний в отношении этого предмета или нахождение новых знаний на основе вот этих конкретных знаний а не прямо значит этим знанием там решать вопрос я в целом в общем просто я думаю что мы одному и тому же объекту можем его простыми категория breathe мне надо сложными описывать надо как нужно проще например какой пример конкретно я и говорил что если у нас есть человек ведущий общественно полезная деятельность это определенное наличное бытие вам такая понятие потому что это общественное существо в данном объекте тоже это ну это просто не требуется человек ведущий общественный деятель есть человек ведущий общественное действие. Ничего тут непонятного нет. Теперь, по понятиям. Как правило, понятия, они существуют в определениях. И, как правило, по определению относятся к предметам. По поводу любого определения, по поводу любого предмета уже есть определение. Разберитесь с ними, пока, чтобы не изобретать велосипед. Посмотрите, какие из этих определений действительные определения, а какие просто характеристики. И этого очень много. Люди характеристику принимают за определение. Теперь, если вас эти не устраивают, ленинские, марсовские, еще чьи-то, ну вы можете, когда вы овладели теорией, свое дать определение. Это мы будем считать, что вы у нас тут талант большой. И вам пора присуждать к кандидатскую степень. Определения известны. Много определений по разным вопросам. Возникает какое-то новое явление, тогда им удаются новые определения. Но это бывает очень много, очень редко в науке. Делаются какие-то открытия или даются там новые определения. чаще всего конкретизируются старые определения. И скажем, историю, если возьмем, скажем, стоимость. Стоимость известна Аристотелю. Аристотель дал определение. С тех пор оно только развивается и доходит до марта. Стоимость – это накопленный труд. Шедевр. Кратенько, точно, емко, понятно. Причем, это даже не его, можно сказать, а это Адаму Смита определение. Еще более точно сформулировано. Потому что у Смита, значит, трудовая теория стоимости. Он этом посвятил два больших тома. Значит, Марс переформулировал многие понятия очень точно и лаконично. Поэтому, уж если вас Марс не устроил, ну поищите где-нибудь еще. Я думаю, нигде более точно, чем Марс, вы не найдете. У современных, хоть английских, хоть американских. Сами сформулируйте, если вас не устраивают ни те, ни Маркс, ни те. Ну и когда вы дойдете до, значит, каких-то глубин, я думаю, что новые сами сформулируйте. Да, так вот я не дошел до этой цитаты. Значит, история никого нибудь чему не учит. У Гегеля она звучит иначе, читаем. Но опыт и история учат, что народы и правительство не никого ничему, а народы и правительство никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее. В каждую эпоху оказываются такие особые обстоятельства. Каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые вытекают из самого этого состояния. То есть это состояние нужно принять как самобытный субъект. В логике то, что объясняется – субъект, а объясняется он предикатом. Суждение – это есть соотношение субъекта и предиката. Стоимость есть накопленный труд. Стоимость – субъект, накопленный труд – предикат. Вот так и здесь. Вот субъект вот в этом смысле и его надо постигать. Поэтому и для вас вот задача не просто изучить теорию. Теория только дает вам сеть категорий, с помощью которых вы просеиваете поступающий эмпирический материал. То есть надо изучать эмпирический материал, статистику, кто, где, сколько, почем. И тогда эти категории позволят вам находить крупицы истины, а потом и систему истины. Вот о чем говорит Гегель. Теперь правительство и народы, конечно, не научились. Гегель-то совершенно прав. Почему? Потому что народы, народы мы уже выяснили, трудящиеся классы населения, им не до изучения истории. Они так немножко услышали, им там что-то рассказали, они так себе представление имеют, что были там какие-то. Рюрики, которые пришли, основали тут русское государство. Вот молодцы, правили до Ивана Грозного, потом умерли и началось. Начались романовские грабежи русского народа и других городских народов. Поэтому народ, он в этом смысле, значит, не учится. Правильно говорит Гегель. Теперь правительство. Правительство тоже. Скажем, ну вот наше правительство, скажем, гражданин Путин. Он учился когда-то в КГБ. Его маршизм и ленизм обучали. Обучали, видимо, плохо, если он говорит, что Ленин заложил атомную бомбу под СССР. Поэтому СССР и развалился. Ну, видимо, не все университеты прошел. Я умнее Путина, там не вижу людей. Не надо. Плохо он изучал. Это плюс. Одно другого не исключает. Так что правительство, там Чубайсы, Гайдар был очередным редколлегией журнала «Коммунист». Вроде бы должен знать, но если он такой ахинею с рынками нес, что, говорит, вот рынок все там улазит и трясет, а рука рынка все отрегулирует. У Смита есть такой образ руки рынка. И когда Смит писал в 19 веке, когда на рынке были там миллионы этих продавцов, это было правильно. Рынок был регулятором. Если ты неправильно сработал, ты на рынке разорился. Если ты хорошо сработал, ты хорошо заработал. И то там государственный, и там государство стрелил купон, регулировал там и так далее. Он неграмотный человек, он блатнит. Он всю жизнь по блату, как внук Гайдара, значит, проходил ступенью в университете, потом пристроил его в редакцию «Коммунисты». По роже видно, что он тупой. Просто по роже видно. Это рожа тупого человека. По речи ему не давали на телевизоре выступать. Вроде он премьер-министр, ему надо по должности. Но, если вы заметили, те... Вы-то не видели этого дела? А я потом понял, когда с ним был на встрече, он на встрече с депутатом, он выступал, защищал депутата. Он где-то 3-4 предложения внятных сказал, потом пошла какая-то околесица, и я как-то теряюсь, думаю, что-то я не успеваю за мыслью. Потом я понимаю, что он несет околесицу, ее нельзя понять, она не рассчитана на понимание. И я-то, как грамотный человек, понимаю это, а публика, она думает, что-то она такая неграмотная, он же там использует через два слова иностранные термины, публика их не знает и думает о себе, что это она тупая. На самом деле, это Гайдар тупой. Его специально такого тупого, потом я понял, что его специально и поставили, потому что он тупой. И вот самый острый момент, когда нужно было обрушить всю экономику, его нашли и поставили. Я не удивлюсь, если с подачи ЦРУ. Не удивлюсь. Я не знаю, но не удивлюсь этому обстоятельству, что он именно такой нужен был тупице. И воспитали его в журнале «Коммунисты». Где? Там, ко времени, когда он учился в 70-х годах, там уже и многие не понимали марсизма-то всерьез, и относились к этому так уже. Так что и в этом отношении Гегель прав. Правительство ничего не извлекли, никаких опытов. И он продолжает. Почему? Потому что время-то всегда другое. То есть, если бы даже был умный человек и знал бы этот опыт, он все равно его с трудом будет использовать. Но правительство и народы не используют. Ну а что? Нет. Но в этих поговорках так говорится, что никого ничему не научить. Это неправда. Это неправда. Он не способен. Да, скажем, товарища Золотова научила, товарища Попова научила, товарища Мазарова научила, товарища Ельмеева, даже Ричарда Ивановича Салапова, Сергеева научила. И здесь можно многих людей сказать, что история научила. Другое дело, что можно говорить о степени. Одних там чуть побольше, других там чуть поменьше, одних чуть поглубже, других там чуть поменьше. Это если взять субъективно. Так что, это неправда. История учит. Но она учит тех, кто заинтересован учиться. Кто учится? По смыслу русского слова и замечательного русского языка – учить себя. Вы пришли сюда – учиться. Учить себя. Вот и учите себя. Наша задача – только показать вам, как учились другие, чему они научились, и чему другие научились, противоположные, и чему нельзя научиться. Нельзя научиться, значит, ту эпоху использовать напрямую, значит, для анализа этой эпохи. В какой-то мере, в каком-то отношении можно, конечно. Аналогии есть, и похожесть есть, и многое другое есть. Повторяется в истории. Устойчивое, сущностное, оно повторяется. Да, оно есть. И категории, законы, они это отражают, устойчивое существо. Поэтому те, кто учится, изучает это существенно, то есть науку категории, те, конечно, достигают результата. Ну, а кто не учится? Еще? Я хотел уточнить вот это для себя. Правильно я понял, потому что вера, она неотделима от познания, да, или от преобразования. Ну, в каком-то… Ну, мы же не все знаем, да, а действовать уже надо. Хороший вопрос. И он мало задается, и проблема эта мало изучается, а зря. Почему? Потому что вера, во-первых, она сопровождает нас всю жизнь, да? Многие вещи мы, не доказывая, принимаем. Что значит вера? Вера – это принятие сведений, мыслей или даже истин без доказательств. Скажем, вам сказала Валя, что она вас любит, и вы сразу поверили, да? Нет, ну, вера, она… Почему? У нее характеристика же есть, это хотя бы отсутствие противоречия. Это… Это вы уже там начинаете копать. Вы говорите, а я говорю, вера, что такое вера? Вера – это, значит, ну, знание без доказательств. Даже, скажем, религиозная вера, она даже и не требует доказательств. Вера Христа, она не требует человеку доказательств. Он верит, ну, и верит. Хоть доказываете вы, хоть не доказываете, он верит Господу нашему Иисусу Христу, и будет ему следовать. Но я так говорю про другое, что вера – это есть и свойство нашего духа, обыденного, материалистического, если хотите. Мы все время верим людям, информации там, иногда по телевизору, хотя зря, конечно. И вот люди, которые овладели категорией, они как бы имеют вот эту сетку, да, улавливать истинное и пропускать ложное. Или сразу видеть, что врут, или в магазине сразу видеть, что это – настоящее пиво или подделка. Пива сейчас настоящего нету. Настоящее пиво в барах, и то не во всех. И стоит оно не 50 рублей, как в магазине бутылка, а 250, 350, 500 и более. По сроку годности, надо смотреть. Да и без срока годности. Это срок годности. Если 5 дней, то он настоящий. Нет. Это вы, значит, не знаете и проблемы настоящего пива. Да, нет. Пива настоящего и в Германии тоже нету, кстати. Конечно, не в Германии. Вот я был в Германии-то недавно, я вам говорю. Магазин, не магазин, а амбар заставленный ящиками пива. Но все оно тоже там, я сейчас не помню, но что-нибудь там это 60 центов, да. Ну, примерно такая же цена, как и у нас этого же пива. Почему? Потому что такая же технология, это микс, а не пиво. А настоящее пиво там тоже, значит, красивые девушки на улице, у них бочонок, аппарат такой, вам нальют хорошего настоящего пива, но уже там по цене, который у нас будет рублей там 300, 400, 500. Это настоящее пиво. И так во всем. Вот человек, когда категориями обладевает, он научается видеть это. Я научу вас истинно, и истина сделает вас свободными. В том числе по отношению к каждой конкретной речи. Скажем, мне достаточно несколько слов от человека услышать, чтобы, ну, оценить, кто он, что он, почем и зачем. Текст, книжку я в доме книги. Сразу в уголовлении. Смотрю, какие тут рассматриваются темы или понятия. Ага, там, допустим, ну что, стоимость. Так, страница 323, открываю. Стоимость – это вот там ресурсы, затраты на производство какой-то там, значит, это и вот детали. Я понимаю, что с этим счетком это не стоит читать. Это трата времени. И во многих так дела. Во многих них. То есть вера – это вот такой фактор. Есть в повседневной жизни. И он нам помогает. И у кого есть знания за этим, да, у того и вера, она проще, существеннее, как бы ближе к истине. У кого нет такого, он человек простодушный, доверчивый. Что ему на уши повезет, то он и слушает. Я уж, конечно, не говорю о религиозной вере, это особая статья. Почему? Потому что в религиозной вере нужно различать обыденное сознание и сознание, ну, можно сказать, теоретическое, да? Там же не материалистический просто взгляд на мир это все. Какой? Там просто не материалистический взгляд на мир. Да, там взгляд-то… Поэтому вера там все объявляется. Взгляд-то… Нет, надо различать. Обыденное сознание, материалистическое или не материалистическое, вот, и сознание, ну, такое теоретическое, теологическое. Оно наполовину мистическое, вернее, на треть мистическое, еще на одну треть образное, но еще на одну треть, оно на понятиях образуется. Религия, она базируется в серьезных своих основах-то, на понятиях. Почему? Потому что Иисус-то тоже на понятиях основывается. На некоторых, по крайней мере. Я научил вас в истине, истина сделает вас свободными. Это правильное понимание. Почему? Потому что, чтобы быть свободными, надо знать истину. Без истины, без истины не будешь ты свободным. Ну, вот материалистически можно сказать, что вера, условно говоря, ну, поскольку все вокруг нас движется, мы движемся, то это, условно говоря, область пространства, куда я предполагаю попасть. Вот чем больше знаний, тем точнее будет моя точка попадания на предсказание будущего. Соответственно, вера, ну, в материалистическом плане, это как бы та область, куда я предполагаю, куда попаду. Ну, поскольку мы все движемся, все движется, да, то есть мы можем рассматривать человека, условно говоря, мозг, там, компьютер, да, который без остановки считает точки пространства в будущем, где мы окажемся. Потому что если я это не буду делать, ну, это на бессознанном уровне, то, соответственно, я тут просто не выживу, да, что-то со мной случится. В окно выйду, там, машина собьет, там, все что угодно. Вот. И предсказывая будущее, то есть вот вера наша, да, это та область, куда я рассчитываю попасть. Вот в это я видел. Вот, смотрите, я немножко зрели. Ну, когда вы верите, когда вы только верите, да, да, потом дальнейшее покажет, оправдана была ваша вера или неоправдана. То есть чем больше знаний, тем область веры не сужается. Это вот Гегель издевается над русским солдатом. Говорит, они относятся к Богу, как к русским солдатам. Достал, значит, Бога из кармана, поплевал на него, почистил, обшлагом помолился и опять положил в карман. Материалистическая, вот она. Я уж не говорю, чем древнее вглубь веков, дальше, тем вера материалистичнее. И там же, скажем, Зевс – это вот на горе бегают мужики и бабы и занимаются развратом. Куда тем материалистичнее, да? Потом, еще глубже. Бог – это преобразован и Юпитер вместе. Они один и тот же Зевс, только один в Греции, другая в Римляции. Они бывшие быки. И образ их быка. И Зевс, когда ворует Европу, он преобразуется в быка. И везет его на Крит, остров, где, значит, откуда пошла эта вера в быков. Причем оттуда же пошла и была. И вера козлов. Вера козы. Амалфея выкормила бога любви Аполлона, да? Да и Зевса. И звезда есть Амалфея в честь этой козы, значит, которая выкормила бога. Значит, еще более тебе материальные. Козы-то, конечно, это божественная сущность, когда были только козы. И когда сила человека была сравнима, или под силу ей были только козы или козлоподобные. Это вот я все собираюсь на эту тему написать, и все никак, что-то руки не доходят некогда. Я, кстати, слышал, что первобытные люди, грубо говоря, обожествляли животных. Ну, они всех подряд себе домой тащили, кормили. Ну, якобы одна из причин, что домашние стали. То есть, здесь волка собака. Конечно, да. Потому что от них зависит жизнь. Их обожествляли, приносили в жертву, съедали тут же. Одну часть богу, одну часть сами съедят. Да, это вот я сейчас в этом ключе изучаю темологию и удивляюсь, как у многих языков языки сходятся на козах, быках, продуктов из них. Жаль, что нет времени, возраст уже не тот. Но, может быть, вы и займете, когда-нибудь сделаете, доделаете. То есть, в принципе, религиозное сознание, получается, оно само, наоборот, стало упадет от материальной основы? Конечно, оно все более-более отрывается. Оторвалось полностью, и поэтому, и реакция, и стал отказ отрываться. Причем, вот я недавно для себя открыл, как оно оторвалось. Значит, у евреев древних был такой козел отпущения. Вот я уверен, что вы не знаете, кто такой козел отпущения. Ну, по-моему, надо было все грехи на него повесить, просто реально козел, вот такие животные. Мы на него вешаем все грехи, и все, выгоняем в пустыню его от нашего, как сказать, от Азица, и все. А там его убьют, съедят, он помнит. Да, 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 правильно, правильно, правильно. Ну, и как он преобразился, преобразовался потом во что? Вот у евреев было так. Потом еврейская религия, как устаревшая, была отложена в сторону, а возникла идея Христа. Да, так? Ну, и на кого теперь возлагали грехи? Стали возлагать грехи? А? Ну, как же на дьявол? Дьявол тебе, разве, будет помогать? Только Бог может помочь в таких делах. На Иисуса. Он же за наши грехи пострадал-то. Поэтому его и превратили в козла отпущения. Вот он и стал козлом отпущения. Вот это вот недавно я до этого дарюхал. Специально потом пошел в эту Библию, нашел это место. Действительно еврейский обычай. Значит, вот наряжать такого козла, нагружать. Ну, а тут до Иисуса рукой подать. Конечно, бедного Иисуса нагрузили, убили. Он нас спас. Так что радуйтесь и грешите дальше. Грешите, принесете денежки, мы вам грехи отпустим. Так что грешите смело, дорогие товарищи. Говорили католики. Но у них этот номер не прошел. Поэтому пришел Яков. Ой, Яков. Лютер. Мартин Лютер. И их, так сказать, влечил. И установил религию артистантизма, в которой человек непосредственно общается с Богом. И все это посторонние вещи были отвлечены. И я думаю, что вот русская церковь, она этого не пережила. И поэтому морочит, перепомогает морочить богатым голову русских людей до сих пор. И это очень грустно. Ну что, хватит на сегодня? Хватит. Ну что, я вам желаю успешно сдать экзамен в следующую среду. Я надеюсь, придете не только вы, но и товарищи другие. Ну ладно, значит, кого нужно и можно известить, известите. Я думаю, что экзамен так или иначе пройдет. Не в очной, так в заочной форме. Но хорошо бы, конечно, нам и в очной некоторую часть провести. Ну что, до следующей среды тогда. Ладно, давайте. Счастливо. Продолжение следует...